Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствую я вас в очередном выпуске мира любительской футбольной лиги. Мы, конечно же, сегодня по традиции, как всегда, пригласим гостя. Но перед этим несколько, хочу вам объединить, новостей. Первое, сами вы уже прекрасно ее знаете, но все равно, я думаю, на ней нужно сказать решением правительства Москвы. Пока что пауза у нас в любительских соревнованиях вообще абсолютно всех. И видите, это затронуло даже не только то, что у нас пауза до 10 апреля, пока это предварительно. И дальше мы пока не знаем, что будет. Но надеемся, конечно, мы вернемся все вместе, всем футболам, поля осетнуть, парка и не только. Но и то, что кондентальную футбольную лигу наше главное событие весны придется передвинуть. Несколько, и когда это тоже будет, к сожалению, информации нет. Также еще одна новость, которую вы меня очень часто спрашивали. Перейдем ли мы, так как погода уже более-менее налаживается, перейдем ли мы вместе с вами снова на улицу. Но пока что, на самом деле, решением руководства не футбольной лиги, мы играем в заль. Играем в заль. Осталось у нас порядка шести туров до конца. И вот, может быть, мы вернемся даже на Говорова, на нашу исконную историческую, так сказать, родину. Но это пока информация прилетельная и больше информации о том, что даже не четвертое поле вернемся. Потому что, ну, я не знаю, дай бог, состоится у нас чемпионат мира среди либийских, точнее, сборных либийских команд в формате 7 на 7. Поэтому четвертое поле именно под это у нас делается, готовится для очень серьезного международного марафона еще одного. Вот, и поэтому, ну, еще раз повторюсь, скорее всего, мы все туры проведем в зале до конца чемпионата. И еще один вопрос, который касается также нас вместе с вами, это кубок западной лиги в формате 5 на 5. В этом году он также несколько будет пересмотрен. Во-первых, в нем будут играться команды по желанию, не так, как у нас было это обычно, да, что все по умолчанию играют в кубки запада. Нет, здесь рекламент будет в этом году несколько другой. Команды, те, кто захотят принять участие в кубке запада, его примут. Дальше там разделятся на группы, ну, и полностью рекламент вам озвучат уже ближе к делу. Да, лишь бы нам поскорее наши соревнования продолжились. Вот, ну, а сегодня, давайте же к делам нашим. Ну, сегодня у меня в гостях действительно, ну, лучший менеджер, как у нас он признавался. Ну, и хороший человек, который очень давно на Западе вместе с его коллективом, это футбольный клуб Катран и Дмитрий Турчин. Сегодня в гостях в мире любительской футбольной лиги. Ну, что ж, присоединяется ко мне мой сегодняшний гость Дмитрий Турчин в футбольном клубе Катран. Дим, приветствую тебя. Да, спасибо большое, что пришел. Дим, ну, так как у нас вот этот сезон наших выпусков такой все-таки больше ознакомитель, да, мы напоминаем о командах Ливийской футбольной лиги, и поэтому я и тебя тоже попрошу напомнить вообще, как давно и с чего вообще начинался Катран. Катран начинался в 2009 году, так же, как многие играли на полях Рублевки и улицы Елинской. По-моему, это был первый, может быть, или второй сезон существования мини-футбольной любительской лиги. Так она называлась. Отдельная благодарность Андрею Бурову, Дмитрию Контуреву и Дмитрию Буднику как организаторам этой лиги. Все началось с них, вот, и им большое спасибо за это. Иначе мы бы здесь, может быть, сразу и не встретились, и не играли бы в футбол 5 на 5. Вот, ну, и, конечно же, потом уже благодарность тоже Дмитрию Смирнову, как человеку, который взял шефство, вот, и эта лига продолжает свое существование, вот, ну, а также тем, кто предложил зал, вот, мне кажется, многие футболисты остались очень довольны, потому что комфортные условия, раздевалка, поля, вот, Катран, 10 лет было в прошлом году, скажем так, тоже Дима предложил такое название, и в свое время мы как раз с ним и заявились. Договорились, что кого-то он пригласит в команду, кого-то я, в принципе, так вот и получилось, несколько человек он пригласил, несколько я, вот, и это и стало началом существования футбольного клуба Катран. Потом, к сожалению, он, как говорится, отошел от дел, я пригласил в помощь друга Састрагино, Рената Гонцова, и где-то, наверное, лет 5, может, больше мы с ним курировали эту команду, вот, ну, потом, Ренат, он человек занятой, кандидат, а, может быть, даже же доктор наук, вот, пожалуй, по научной, да, и ему тяжело уделять достаточно внимания футболу, вот, и в последнее время, как бы, получилось так, что я выступал в роли руководителя команды и полагался на капитана команды Романа Кузьмичева, вот, собственно говоря. Дим, да, ну, вот, смотри, еще хотел так же тебя спросить, конечно, из вопроса сегодня будет не парочку, да, но, вот, вот, до ЛФЛ и Катрана ты как-то относился к любительской футбольной лиге, или вы же просто в каких-то том нерах футбольных сам участвовали? До Катрана 5 на 5 участвовал сам за команду на севере ЛФЛ 8 на 8, играл, вот, по-моему, 2007-й или 2006-й год мы стартовали с верной линии, играли на фестивальной, потом это была Флотская, а потом Флотская и Дубнинская улица, и Бескутниковский бульвар, вот, ну, лет 5 уже, наверное, как я не играю, ни в 5 на 5, ни в 8 на 8, к сожалению. Но, надеюсь, вернусь. Да, вот, Эдим, с того времени, как Катран начал свое выступление, здесь на Западе, да, в мини-футбольной лиге, вот, из состава команды кто-то остался? Когда начали... Да, вот, ну, первые, там, два сезона. Или команда уже, наверное, полностью поменялась, остался только... Мне кажется, у нас, на самом деле, получилось так, это не то, чтобы специально, так вкладываются обстоятельства, иногда и на них надо реагировать, кто-то уходит, кто-то приходит, с того времени, мне кажется, никого не осталось. Вот, у нас достаточно большая, скажем так, текучка кадров, вот, даже посмотрел недавно этот год, получилось, что порядка 10 или 11 человек. То есть, как бы заявка целиком, да, и прошла практически. Да, учитывая, что в заявке 18 человек, а у нас 11 человек мы поменяли, соответственно, это больше половины команды, получается. Ну, это не очень хорошо для команды, но ситуация заставляет, потому что в зале потяжелее, с точки зрения физики, продержаться два тайма по 20 минут, имея там одну замену. Поэтому, как бы, и понимая, что по разным причинам кто-то не может приехать, семейная работа или травма, или, может, какие-то иные причины. Соответственно, мы находимся всегда, мы, но кто заинтересован в том, чтобы Катран играл на уровне или сильнее, соответственно, он приглашал несколько молодых ребят, но, к сожалению, некоторые не вписали в команду, а кто-то, вот один из игроков новых в нашей команде, мы пригласили молодежь Курбина и уехал в Казань. Хорошая молодежь, Дим, но, к сожалению, не задержалась. Старичков тоже приглашали, и, получается, пару человек задержались в лице Виталия Агафошкина, который является тренером Катрана 8 на 8, и, соответственно, здесь непосредственно играет достаточно активно, много матчей посетил, и Дмитрия Семенова, тоже это, так, наверное, на данный момент самый возрастной наш игрок. Вот, Дим, тогда относительно состава, кого в Катране вот сейчас можно назвать, ну, так сказать, игроком, который действительно уже давно достаточно в команде? Ну, в данный момент мы можем смело назвать несколько игроков, это и Гена Сухих, Дима Гусак, и Рома Кузьмичев, и еще ряд футболистов, которые, ну, достаточно долго играют. Ну, либо такие футболисты, которые, может быть, раньше играли, потом чуть-чуть у них был перерыв, и потом снова возвращались. Такие тоже есть. Вот ты, опять, сказал, Дим, что сейчас ты пока не играешь, но ты играл за Катран, да, и занимал позицию вратаря, вот, достаточно долго, при том, что, кстати, даже здесь позиции вратаря, ну, в сезоне забивал. Да, были, были такие моменты, когда играл в воротах, и получал большое удовольствие, потому что футбол в моем сердце, и всегда с удовольствием приезжал поиграть, несмотря на то, что какой бы у нас там не собирался состав, даже если был минус один, мы все равно приезжали, играли, и выкладывались на максимум. Вот отношусь с большим уважением к тем футболистам, которые приезжают и отдаются процессу от души, и, как говорится, полностью окунаются. Да, и не важно, как дела идут у команды, да, хорошо там, или наоборот, когда не очень-то еще, нам еще больше уважают таких людей. Конечно, конечно, именно на тех людях, которые показывают постоянство, которые ответственны, которые с удовольствием приезжают и играют за команду, вот, которые влюбляются в свой клуб, то есть, мне кажется, что оптимально и для каждого игрока, и в целом для команды, когда человек ставит клуб, как сказать, ну, не то, что превыше всего, но как очень важное событие, помимо работы и каких-то домашних личных дел, чтобы приехать, собраться, настроиться, отыграть, отыграть достойно, и очень приятно, что последние годы мы, скажем так, в топе, команд 5 на 5, получилось у нас два раза серебро, потом четвертое место позапрошлым году, в прошлом году третье место. В этом году мы, конечно, хотели попасть в тройку, но вот как раз, может быть, по причине... Здесь, как ты уже сказал, как мне кажется, заявочная вот эта вот вся компания, она уже очень, да, негативно складывается на кадрах. Хотя, должен подметить, что у нас в лиге всем команда очень достойная, и любая команда может обыграть каждую, и это приятно. Поэтому я отношусь совершенно спокойно. Конечно, переживаю, когда проигрываем, но не то, что там, допустим, вот Крылья нас обыграли. Крылья очень хорошая команда, сплоченная. Привет Саше Спиридонову, вот, которые много лет вместе, и это очень важно. Я считаю, что они могут занимать более высокие места. Или команда Левобережный, которая выигрывала, по-моему, два раза, да, чемпионат, Лига чемпионов. Привет Левобережному, Боре и его друзьям. Вот, соответственно, и в этом году они наметились на призовые места. Но, опять же, можно посмотреть, ряд команд пробуксовали в 2020 году по тем или иным причинам, потеряли очки. Вот, то ли это их внутренние какие-то сложности или проблемы, то ли потому, что другие команды, соперники подсобрались. Вот, опять-таки, да, мы как раз общаемся к тому, да, к этой мысли, что хороший у нас чемпионат, действительно, что даже последнее место, которое, допустим, уже вылетает, да, все равно может обыграть. Скажи мне, что произошло, например, в матче флагман-Атлетикс? Это то же, что и происходит на большинстве матчей флагмана. Команда приводит всю заявку на встречу с нами. Ну, я не знаю, я, на самом деле, за Атлетиксом, ну, когда была возможность, смотрел, и так, чтобы у них было две четверки, действительно, которые приехали, и все ребята, которые выходили там, не выпадали. Ну, действительно, удивили. И у меня сразу возникает вопрос, как же так эта команда на последний месяц находится? Да, я тоже удивляюсь иногда результатом, но всегда отдаю большой респект тем, кто борется за выживание, потому что, как говорится, хорошо, когда у тебя все хорошо, а вот характер и сила воли, и все остальные качества настоящего игрока, мужчины, проявляются в сложных жизненных ситуациях. И когда ребята играют и находятся внизу турнина, на таблице, это всегда гораздо тяжелее подсобраться, набраться сил, поэтому команде Атлетикс, Метеор и другим командам, которые желают выйти из зоны вылета и стыков, желаю искренних успехов, потому что в свое время и мы были внизу турнира на таблице, и это не так легко было подниматься. Да, вот, кстати, Гим, я хотел тебя про этот сезон спросить, вот, помнишь, в прошлом выпуске как раз Алексей Тарачков был у нас в гостях, и вот у вас как раз вместе с ними, с Рочечем, был именно такой сезон, они были на предпоследней строчке, а вы заняли последний. Вот что случилось в тот год? Что в год случилось, были также много сильных команд. Кстати, Алексею Тарачкову тоже большой привет, хочу сказать, что было прекрасное интервью, с удовольствием посмотрел, вот, как и все ваши выпуски. Спасибо нашему постоянному наблюдателю. Что было в тот год, были команды, которые сильнее нас и Русичей, они оказались на своих местах, а мы в какой-то степени, может, где-то недособрались, где-то недоиграли. Еще вот все те обычные причины, когда команда идет внизу таблицы. И нам, в принципе, повезло, потому что, по-моему, пару команд снились, и в результате этого мы не вылетели в Лигу. Не пришлось в первый визион опускаться. Всегда не хочется, пускай, хотя некоторые говорят, что лучше быть лучшим, когда чуть-чуть, как говорится, послабее. Но я за то, чтобы быть лучшей командой среди лучших коллективов, чего всем желаю. Вот, Дим, да, ты, ну, я сейчас возвращаюсь к вратарской позиции, да, ты ее занимал, да, потом Василий Якимовский, сейчас Георгий Кашикашвили, но я так понимаю, не часто у него приходится, получается, точнее, приезжать. Вот это проблемная позиция сейчас в квадрате? Нет, проблемная она была пару лет назад, когда, как раз так сложились обстоятельства, Георгий тоже, у него работа много, занимается с детьми, много где, ну, за разные команды играет, много где участвует, вот, и как раз в тот сезон у него не получилось участвовать Закатран. Мы пригласили вратаря, ему сломали нос, и еще одного вратаря пригласили, он попал в ДТП, сломали руку, то есть, вот тот был… Какой-то кризис вратарский пошел. Да, был год тяжелый, много забили, много пропустили, вот, а следующие годы, получалось, Георгий поинтересовался, можно снова выступать Закатран, и мы, как бы, пригласили его снова участвовать, и плюс, в этом году, например, получается так, у нас есть Георгий, у нас есть Игорь Савинов, это новый вратарь, он сначала пришел 8 на 8, а потом уже в 5 на 5… И в 5 на 5 он больше, как бы, играет, потому что изначально он как-то больше для мини футбола, чем 8 на 8. И еще у нас есть один вратарь, третий, Никита, но Никита по работе часто в разъездах, вот, не всегда получается у него приехать. То есть, получается, достаточно часто именно Игорь занимает позиции ворота. В принципе, они с Георгием где-то, наверное, одинаково сыграли в этом сезоне. Хотя Георгий заемный такой полузащитник у вас. Да, Георгий – это такая фишка пошла еще несколько лет назад, именно как полузащитник заявили его, хотя понятно, что это вратарь, вратарь хорошего уровня и вратарь, который, по крайней мере, на улице и забивал прилично. Мне кажется, он у нас там в десятке бомбардиров нашей команды точно есть. Поэтому не зря он и полузащитник. Дим, не могу, конечно, не вернуться к, я думаю, и памятному матчу для тебя тоже, для меня. Это финал Кубка Запада 2016 года. Улица Гоурова, дом 1. Последний гол забил Бек, как вы его называете, Дмитрий Кораблин, который несколько раз останавливал нашу команду от возможности победить или взять какие-то регалии, потому что игрок высокого уровня. Матч тот помнил? Задавай вопрос. Дим, действительно, тогда были очень близки к тому, что и среди сезона взять первый трофей. Помнишь ли ты те чувства, с которыми подходили ты и твоя команда к тому матчу? Ну, подходили мы с чувством и желанием победить. Мне кажется, первый трофей у нас был чуть раньше, потому что у нас есть Кубок Запада. Мне кажется, 2015-2016 год или 2014-2015 год. То есть у нас такой трофей есть. Но в том году мы могли взять, получается, второй. И подошли, в целом постарались обеспечить максимальный сбор. Кто смог, кто приехал. Значит, у нас тогда очень здорово играли в команде и Андрей Иванов, и Саша Чкалин, и Артем Прошкин, и Вася Якимовский, кстати, пришел к нам, находясь на достаточно таком среднем уровне и сам улучшил свои кондиции и, соответственно, помог команде Катран. Большой привет Васе. И хороший человек. Сейчас он играет за команду «Левбережный». является вторым вратарем после знаменитого, который очень долго играет, Кости, которому очень тяжело забить гол, как показал наш последний матч. В общем, подошли, хотели победить. Матч развивался у нас, по-моему, каждый раз кто-то вел, но потом друг друга догоняли. Настоящие были качели. Мне кажется, 3-2 мы вели. И потом пропускаем гол 3-3. И потом, к сожалению, 4-3 мы проиграли. Где-то на предпоследней минуте. Потому что практически все уже шло как раз в серию пенальти. Ну, я считаю, что победил достойный. Вы были более достойны. У Вас хорошая и отличная команда, которая уже многие годы существует. И мне кажется, что ваша команда, что наша, например, относятся к тем командам, которые вышли на определенный уровень, не хотят терять. Даже пускай там тоже у Вас есть ротация в составе. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но вот часть людей, они, скажем так, в хорошем плане заболели чувством победителя и желание быть вверху таблицы, обыгрывать. И это чувство, оно вообще помогает. Иногда кажется, что ты не должен был выиграть. А вот за счет уверенности части игроков в том, что все будет хорошо, многие матчи и у вас, и у нас были победными. В те моменты, когда кажется, что игра не складывается, за счет характера такого победительского удается их переломить. И вот как раз следующий сезон, после финала Кубка Запада, получается 16-17, там Катран его провел просто по статистике, абсолютно сумасшедшая цифра. Во-первых, и забили там за 200 мячей. Да, мы чемпионы в этом плане по количеству забитых. Да. У нас рекорд. Да, то есть там 220 мячей Катран забили, при этом пропустили. Также не много, 26 побед, но все равно не удалось одержать победу. И буквально там в двух очках. Забыл, как называется команда, которая опять помешала нам взять золото. Да, опять несколько вперед. Вперед. Привет Диме Башкину. За несколько вперед. Да, Катран. В том году не на несколько, там получилось так, что все решилось в последнем туре. При том, что одного игрока, который играл за команду Катран, чуть раньше выпустили со скамейки, он должен был пропускать матч. Но есть определенные правила, вы эти правила выполнили. Хотя многим показалось, что было некое нарушение, что должен был пропускать Саша Чкалин, который играл за Катран, а потом какое-то время играл за флагман. Я, честно говоря, когда подошел и увидел игру, я подумал, что это у вас будет техническое поражение. И решил, что у нас золото наконец-то. Но потом выяснилось, что все было в рамках правил, вопросов нет. И на одну или два очка вы обошли в турнире таблицы и стали чемпионами, а мы опять взяли серебро. Кстати, все наши медали почему-то получалось так, что мы брали, находясь на одну позицию ниже вас. В один год был отрыв побольше, вы стали чемпионами. В один год был очень хороший состав. Помню, весна 2016 года, когда у нас было… Сейчас не принято проводить два матча в день, а иногда у нас такое случалось. И мы тогда провели матч с командой Боржоми и с командой Флагман. И, по-моему, оба матча мы выиграли в сухую 6-0 или 7-0. То есть у нас был хороший сбор. Чтобы стать чемпионом или занять второе или третье место в таблице, команда должна весь год показать очень хорошую явку на матче, ответственную игру и максимально побеждать в каждом матче. Ну, я имею в виду максимальную самоотдачу дать и так далее. И в тот год действительно как-то получалось и у команды, и у многих игроков в частности. Спасибо за тот сезон, и за прошлое, и за многие. Потому что ребята молодцы. И, честно сказать, это был какой-то такой мотор, которого нельзя было остановить. Такая акула, которая покусала многие коллективы. Не помню, кому мы в тот год уступили. Возможно, SkyM часто нас, к сожалению, обыгрывало. Или, может быть, молнии. Молнии вы проиграли, да? Несколько матчей мы проиграли, но было, по-моему, два или три. И очень много матчей побеждали, играя на таком уровне, что шансов у соперников не было. Дим, как считаешь, за все эти сезоны, он может хороший, или где-то не очень, чего не хватило Катрану, чтобы соперник оступился чуть больше. Где-то удачи, да? Где-то удачи, где-то, может быть. Вот мы, к сожалению, часто входим в сезон, но не очень хорошо, когда в августе стартует новый сезон. Кто-то отдыхает, кто-то еще где-то. Ну, в общем, после перерыва всегда у нас есть такая, к сожалению, статистика, что мы проигрываем. Вот даже этот сезон тоже взять, вроде в начале сезона все было хорошо по составу, и получается, все равно по-моему, один матч в Громппола выиграли, а следующий матч команде «Центр» проиграли. Командный «Центр», кстати, «Респект» на хорошем очень уровне находится. И потом, по-моему, как раз у нас была ничья с вами или на этот элемент, как-то так получилось. То есть сразу три матча и, грубо говоря, потеря 5 очков. Да, но для старта такой, конечно, результат не очень. Да, ну, как говорится, все бывает. Главное, чтобы в течение всего года постараться пройти с минимальными потерями, тогда все будет хорошо. Я думаю, что в этом году, ну, нет сомнений, что Инат Элеменц, привет большое Максу и поздравление с чемпионством, прошел на очень высоком уровне за счет хорошего сбора, явки ключевых игроков, ответственности руководителя. И поэтому у них и такой результат, и они молодцы. Так же на высоком уровне, как всегда, центр, Левобережный и Русичи. Я думаю, что будет очень интересная борьба между командами центр, флагман и Русичи. И, скорее всего, Левобережный тоже все-таки поборется. Получается, что по потерянным они как раз на пятом месте. Так, по-моему, не в четвертом, а по потерянным на пятом. То есть, вот все шансы у них есть. Пять матчей осталось, но все может быть. Потому что команды такие, как «Атлетикс», «Метеор», «БТ», «ММФ», им надо брать тоже очки, чтобы не вылететь. Согласитесь, да. Извините, я немного перебил. Да, с чемпионом мы определили, но всегда приятно следить за таблицей, как ты уже говорила и внизу. Когда есть борьба за выживание, это тоже классно. Да, потому что это показывает то, что у нас борьба есть на всех фронтах. Не будем забывать про середину таблицы. Там тоже находятся очень достойные коллективы, матчи с которыми не будут ни для кого проходными. Такие коллективы, как «Медил», «Виктория», «Крылья», и другие команды, «Восход» никогда не будут проходными. Молодцы. И поэтому наш чемпионат очень интересный. Так что пускай у нас будет больше сильных команд, еще больше. И если кто-то уходит, пускай новая приходит. Лига интересная. И еще сильнее, да? Тем более, она еще более стала интересной благодаря передаче «Мир футбола». Потому что читать все-таки одно, а «Виндевое интервью» это совсем другое. Поэтому в любом случае тебе спасибо и оператору, ну и тому, кто придумал. Я. Спасибо, Дим, большое. Ты красавчик. Спасибо. Хотел еще, кстати, спросить, Дим, вот ты также, кстати, в своей команде признался дважды лучшим менеджером западной премьер-лиги. Что значит для тебя, скажем так, этот персональный трофей? Да, действительно получилось так, что два раза был отмечен в этой категории призн, лучший менеджер команды, как раз, по-моему, 2015-2016 и 2016-2017 год. Для меня это тоже, как бы, очень важный фактор. Факт того, что я вместе с командой не где-то отдельно договорился, чтобы появились какие-то для команды моменты, не знаю, формы, мячи, а что игроки, соответственно, собрать, найти новых игроков. Получилось так, что многие приглашали, ну, друзья-друзей, кого-то я нашел лично. И, так вот, для команды, скажем так, это и для меня тоже в конце сезона, как бы, призовое место, это очень здорово. А если отмечают дополнительным, как бы, бонусом то, что менеджер, то менеджер – человек, который он должен организовать в разных направлениях таким образом делал, чтобы оно дало на выходе результат. Вот. Я, как и футболист, отдавался с головой, особенно в эти сезоны, потому что я тоже человек, и какие-то, может быть, сезоны могу побольше и получше заниматься команды, какие-то поменьше. Поэтому спасибо, что отметили. И мне кажется, что это важная награда. Так же, как, например, для судьи признание лучшей судья, там, допустим. Так же, как для бомбардира, то, что больше всех забил голов и получил свой приз. Поэтому для меня это важно, это приятно. Поэтому, вот, спасибо, как говорится, что отметили. Дим, вот, да, появился Катран пять на пять. Ну, вот, спустя, там, несколько лет, да, ты также решил заявить еще команду в восемь на вось. Вы сейчас выступаете как раз в высшем дивизионе северо-запада. Вот как там идут дела у Катрана? Мы выступаем в высшем дивизионе северо-запада. Сейчас вспоминаю одно интервью, когда, как спросили, так человек ответил. Да, в высшей лиге. Сейчас тоже команда Катран 8 на 8 переживает нелегкие времена, в том плане, что много сильных соперников на северо-западе. И, соответственно, чтобы занимать места в середине, на большем и там, вот, пока тяжело нам претендовать. То есть, вот, идеально это быть, наверное, в семерке. Исходя из того, что у нас команда новая, должно пройти элементарное время, когда ребята в команде играют бесплатно, для того, чтобы этот коллектив был в десятке, в семерке, в пятерке. У нас получилось, что один сезон Катран 8 на 8 играл на западе, в первом дивизионе. И это был очень интересный сезон. Тогда с Андреем Ивановым мы приняли окончательное решение о том, что мы заявляемся. И зашли вместо команды, которую руководил Саша, импульс. Команда у него называлась. Почему-то они не смогли пойти дальше. И мы договорились. Я купил место в первом дивизионе запада. Это был большой опыт. В тот сезон очень много сил было потрачено всеми, кто старался и участвовал в жизни. Катран 8 на 8. Кстати, отдельный респект всем за тот сезон. Потому что можно было уже сняться через десять туров или в середине. Но мы дошли до конца, до финиша. И понятно стало, что без определенного подхода совсем тяжело. Первая лига запада для нас в тот год очень тяжело. Нам дались игры. Мы вкатывались. Несмотря на то, что активно тренировались на Сетон парке. Соответственно, боролись. Но первые, по-моему, матчи 10-15 нас просто убивали. Вот такие команды, как Титан, Успенская, Ланя. Да, в общем, там очень хороший гост попали. Еще и наши действующие команды западной первой лиги как раз-таки туда будут выходить. То есть какие-то монстры. Несмотря на то, что в команде Катран играли ребята с опытом и молодые были. Но вот как раз, когда у тебя все вместе, тогда ты в десятке, неважно, выше или в первом сезоне. А когда вот чего-то не хватает, то есть времени отолазить игру. А здесь сразу приходишь и начинаешь играть. Но в том сезоне и даже был матч, когда мы минус один выиграли. Вот такая ситуация сложилась. Сейчас мы играем на Северо-Западе по просьбе одного моего приятеля. Там у команды ИнтерПГ отвалился руководитель по своим каким-то внутренним причинам, личным или в команде. И в феврале, получается, три сезона примерно назад меня пригласили, чтобы просто команда не развалилась. Понятно, что там кто-то сразу ушел, кто-то пришел. Но вот я начал поддерживать тот коллектив. И понятно было, что наша задача остаться была в высшем дивизионе. Мы ее выполнили. И боролись мы еще тогда за Кубок Москвы. Дошли до финала. И здесь команда Зеленограда, если не ошибаюсь, Десеп, номер семь. У них такое название. Но они были на очень хорошем уровне. И мы вот здесь, в этой парке, проиграли. Последние два года команда тренирует Виталий Агафошкин, за что ему большое спасибо. Годом ранее был Анатолий Мартыновченко. Все наши знакомые ребята. Вы все знаете. Работаем все вместе. Сейчас команда, скажем так, на подъеме. То есть последние матчи мы, по-моему, с трех туров два выиграли. Один, к сожалению, проиграли. При том, что такая вот игра была, что могли и выиграть, и ничего закончить. Поля очень хорошие на октябре. Нам нравится. Поля с подогревом, раздевалки с душем. То есть, в принципе, достаточно комфортно. И жаль, что сейчас турнир прервался. Но это адекватные, наверное, меры. Даже не наверное, а в любом случае необходимые меры. И мы все должны относиться к этому с пониманием. Ничего. Тогда будем больше смотреть видео. Матчи, которые иногда не успеваешь посмотреть. Может быть, какие-то обзоры. Проанализировать. Подготовиться. Подумать над какими-то позициями, которые можно укрепить. Или что еще надо сделать. Чтобы тогда команда заняла места повыше в турнире. Может быть, это все не просто так. Дима, вот мой классический вопрос для тебя, как для игрока или, может быть, даже как зрителя. Что сейчас ближе? 5 на 5 или 8 на 8? Я знаю про твой классический вопрос. Честно сказать, перед тем, как у нас сегодня встреча произошла, подумал, как бы я ответил. Я отвечу так. В любом случае футбол – это часть моей жизни. Очень люблю. Любой формат. 11 на 11. 8 на 8. 5 на 5. Сам я играл много-много лет назад. Далеко в детстве. 11 на 11. И даже был на просмотре в Лео Мадриде в 1991 году. Но это было очень давно. И команда на меня не взяла. Могло сложиться? Ну, если бы я был не деревянный, а более, как испанцы, техничный. Футболисты, может быть, и взяли. Но, в любом случае, спасибо отцу, что он организовал такую возможность. Побывав на просмотре, получив на следующий год приглашение в Лео Мадрид, я его храню. Где-то оно лежит в квартире, в комнате с другими вещами важными для меня с детства. Вот. Соответственно, 5 на 5, 10 лет команде было в прошлом году. То есть, это, по-любому, большая любовь к команде, к формату, ко всему, что происходит. Но я не могу сказать что-то, что мне меньше нравится 8 на 8, потому что это совсем иной футбол. Тоже очень серьезные баталии, борьба. И как и многие люди, игроки или руководители. Ну, наверное, все-таки чуть-чуть больше 5 на 5. Но 8 на 8 тоже очень важно. И мне вообще хотелось бы, чтобы и Катран 5 на 5, и Катран 8 на 8. Это были клубы на годы, клубы для проведения досуга, когда можно приехать и, как говорится, побороться. Любой мужчина должен побеждать, побороться с соперником, побороться где-то внутри себя, вот, сыграть достойно, в идеале победить и, соответственно, по результату сезона занять максимально высокие места. И от семьи, от дела забот, физическая, психо-эмоциональная, вот такая разгрузка и переключение на спорт очень важно, потому что, ну, в нашей жизни много стресса, и обязательно надо переключаться, чтобы, не до Бог, не получить какие-нибудь заболевания. Конечно. Тем более в сфере последних событий. Ну, да, здесь, на самом деле, вот, не знаю, вот эти вирусы, то сибирская язва, то, там, птичий грипп, то, сейчас, вот, коронавирус, честно сказать, неприятный, конечно, соболезнен всем тем, кто потерял своих близких и, может быть, родных, друзей. Вот, достаточно много людей погибло, и, наверное, пора уже закончить шутить на эту тему. Хотя, во многих социальных, там, группах или WhatsApp-чатах придумывают всякие картинки или видео. Но, когда люди умирают, я думаю, не до шуток. И, дай Бог, мы быстрее найти необходимые вакцины и методы лечения, чтобы вся эта история закончилась и больше они не вспоминают. Ну, и пожелаем, конечно, всем крепкого здоровья. Да, Дим, играли мы на разных площадках, да, и на Ельнинской, и на Говоровой. Естественно, здесь они парки, и теперь в зале. Вот, где тебе больше всего нравилось? Говору-1 – самая лучшая площадка для футбола 5 на 5. Она имеет четкие контуры. Достаточно места, если вдруг человек активно бежит вперед и что-то там происходит, борьба, чтобы он не впечатался в забор, как на Рублевке или на Ельнинской. Поэтому Говору-1 – самая лучшая площадка. Светунь-парк, как бы, здесь тоже достаточно интересно, на улице играли, но поле делилось на две части, и вот ты чуть-чуть как-то, ну, вот эти границы, что ли, не ощущаешь. Я думаю, что, вот, как игрок, ты в этом плане лучше скажешь, здесь я не играл. Вот, но у меня вот такое ощущение складывалось. Вот, ну, и учитывая, что в зимний период мы начали играть в зале, зал тоже тема хорошая, тем более, что там поляна, газон. То есть, чуть-чуть полегче для ног, я так понимаю, если сравнивать с покрытием, там, паркет, там… Ну, в любом случае… Ну, какие тут такие вот, да? Да, если бы был бы у нас зале, прям, паркет, то у нас был бы практически прям, был бы мини-футбол, да, настоящий. Вот, ну, и да, на паркете просто несколько другие мышцы задействованы, когда играешь. Ну, что же, Дима, предлагаю сделать как раз небольшую паузу, да, ну, и перейти к просмотру вашего матча с левый бережный. Давай посмотрим практически… Хотелось бы победить, конечно, матча. Ну, что делать? Что ж, вот мы возвращаемся с Дмитрием Турчиным к нам на миролюбийской футбольной лиги. Он уже несколько перевоплотился, да, теперь он полностью, практически… ну, не практически, а он и есть игрок от рана, просто на небольшой паузе. Я с командой, хочу быть на поле, но, к сожалению, не играю, зато могу, как говорится, футболку одеть и так почувствовать себя ближе к команде. Тем более, здесь шикарный номер из трех топоров, куда мы нанесем. Всем, всем, всем. Да, итак, Дима Катан, Левобережная, вот ваша встреча, давай кратки к ней перейдем. Ну, вот, честно говоря, когда я первый раз смотрел обзор этой встречи, мне показалось, что эта игра действительно получилась равной. Ну, вот чего здесь не хватило вам или же, как ты уже отмечал, вратарь Левобережного тащил в свою практику? Матч получился достаточно интересный. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас приехали еще несколько игроков, которых мы ждали. Тогда было бы еще интереснее, я думаю, мы могли бы победить. В целом, матч был равный, не хватило физики. У нас два игрока играли в этот день 8 на 8 в турнирчике небольшом. Это Дима Гусак и Дима Семенов. Соответственно, надо учитывать, во-первых, что ребята возрастные еще и приехали после турнирчиков. В этом же матче у нас дебютировал новый игрок Олег. Соответственно, 6 игроков всего однозаменно. И 9, по-моему, или 8 игроков у Левобережного. Вот, пожалуйста, что чуть-чуть именно как раз этого не хватило. Хотя моментов было достаточно. Костя в команде Левобережного сыграл отлично. Чат спасал. Думаю, что именно это все вместе и сыграло свою роль. Ну, вот здесь, Дима, посмотри, в эту маленькую щелочку, в ближний угол как раз мяч закатился. Не знаю, каким-то чудом Женя туда попал. Наш игрок Игорь старался. Весь матч выглядел очень достойно. Воротарь. Соответственно, первый тайм 0-0. И прямо вот уже за 10 секунд, по-моему, до свистка идет атака. И чуть-чуть неудачно, может быть, сместился Дима в этом эпизоде. Гусак. Или, может быть, Рушану надо было чуть раньше выйти на Женю. Но получилось, что небольшой коридор. И Женя этим воспользовался. Так что, во-первых, мы ушли при счете 0-1. И также второй тайм проходил в абсолютно равной игре. Когда и мы, и Левобережный, мог... Ну, вот здесь вот он момент, где как раз забей, и там как раз еще 10 минут, и несколько могла бы игра, я думаю, перевернуться. А так, вот опять, где-то, наверное, еще и точности, которой нам в этом матче не хватило. Да, были моменты и у Вова Гулина, и, соответственно, Олег, помню, попал в штангу, наш новый игрок. Как с этим дебют его оценишь? Дебют достойный, потому что, когда человек начинает вот так вот с листа, сразу... Да, вот он еще один момент, очень хороший, в штанг попали. Дима тоже моменты были. Дебют достойный. Важно очень не испортить, особенно, когда всего лишь одна замена. Матч не то, что обы с кем-то, допустим. Хотя у нас таких команд сейчас нет. Каждая команда серьезная. И Левобережный в этом году показывает, хороший очень результат. Соответственно, сбор. И видно, что ребята ставили себе задачу самую высокую. И вполне возможно, что все-таки после долгого отсутствия призовых, они, может быть, в этом году смогут... Особенно и прошлого сезона, когда были в шаге от того, чтобы вылететь, конечно, до Левобережного перестроились. Ну, вот момент матча, самый главный, я думаю, решающий гол забивает Левобережный. Но здесь вы уже перестроились на игру пятого, да, и в пустые ворота пропустили. Получилось так, что мы долго думали, как в ситуации, когда уже подустали, играть пятого или не играть. Как бы договорились, что где-то минутки за три выпустим. Скорее планировали, что Рушана наденет майку в артаря и сыграет пятого. Но получилось тоже как-то все быстро развивалось. Почему-то отделал майку Дима Гусска. И не получилось у нас как бы сыграть пятого достойно. В итоге во время после штрафного ошибка Олег забил нам второй гол. И, соответственно, уже тоже буквально в раздевалку, потом и третий. То есть попытка была взять ничью по одному очку. Всем соперникам хорошо. Но в итоге Левобережный три, а нам ноль. Да, но здесь в любом случае уже не важно, два пропустил или три, если можешь забить один. Хотя, в принципе, действительно и без пятого смотрелись очень хорошо в этом матче. Но вот, может быть, правильно, как ты сказал, что уже ребята приехали несколько подуставшие. И где-то именно свежести и чуть-чуть кондиции не хватило. Конечно, не хватило свежести, не хватило еще двух-трех ключевых игроков, с которыми могли бы выглядеть поинтереснее. Но в любом случае у всех команд бывают свои проблемы или сложности. Это наши, как говорится, внутренние дела. А Левобережный с победой и успехов им в гонке, скажем так, за призовые места. Да, серебряные или бронзовые. Сейчас, получается, центр вас обошел, но вы по потерянным на втором. Как раз, да, Дим, давай перевестимся именно туда. Ну, давай, во-первых, вспомним еще раз результаты недели, которая у нас прошла. Да, вашу встречу как раз-таки посмотрели. Здесь 0-3 победы Левобережного. Вот что из счетов ты еще выделишь, да? Ну, наверное, еще одна центральная встреча как раз-таки центр и флагман. Здесь минимальная победа центра. И, конечно, действительно, игра была очень похожа на вашу. Моментов было и у той, и у другой команды действительно достаточно. И центр забили вот этот гол за пять секунд до финального свистка. Но, действительно, победила более сильная команда, что относительно своего матча. Скажу. Ну, и вот мне, конечно, удивляет результат «Метеорболги». Да, здесь можно выделить сразу несколько встреч. Безусловно, встреча между соперниками, которые борются за места. То есть, так называемые матчи за шесть очков, да? Это центр флагман. Вот результат в пользу центра. И получается, что Игорь Халабуду с командой все ближе-ближе к призовым местам и медалям. Медалям вы, соответственно, сделали шажок. Ну, молодцы. У вас не получилось. Ну, что делать? Это футбол, все бывает. Также я бы выделил матч «Восход-Медил». То есть, это две команды, которые точно оставляют и оставят все силы для того, чтобы победить на поле. Вот. Респект Саше Ильясу и Андрею Иванову с командой «Медил» и всем остальным. Потому что многие из них были приглашены как раз в Катрану 8 на 8 на Западе. Очень многих знаю. Все равно мы где-то все вместе. Да. Ну, также и «Восход». Вот, например, Саша Щербаков тоже большой ему привет. Играл за Катран 8 на 8, но в другом турнире. Команды, вот, прям тоже уверен, битва там была. Также я бы выделил матч «Атлетикс» и «Крылья», потому что «Атлетикс», видимо, действительно подсобрался. Ну, как раз, да, после нашей встречи ребята решили вспомнить, что все-таки надо собираться и показывать футбол. Да. Буквально им пару побед и они в зоне стыков. Давай, да, как раз, Дима, перейдем к таблице. Ну, с первым местом у нас все понятно. Да, «Атлетикс» 21 очко, у них трех и диалог 27. Это две победы. Да. Получается, нам они проиграли, вас обыграли и с крыльями… Ну, это тоже минимальное поражение, но все равно шансы еще есть. Потому что сколько? У нас шесть туров остается. Кстати, вот матч «Молния-Метеор», я уверен тоже, что там, несмотря на много забитых голов, там матч был огонь. Привет «Атласу», которого не существует, и Алексею Табалину, и… Забыл, как руководитель, они в свое время назвали Диму, по-моему, тоже. Ну, в общем, тогда мы проиграли «Катран», «Атлас» 11-15, 26. В общем, голов, мне кажется, больше не забивали команды за один матч, а здесь – 18. Ну, конечно, на самом деле для формата 5 на 5 это… Не сказать, что это круто, потому что, когда много голов забито, это тоже показатель того, что ребята играют без воротаря. Без воротарей 4 на 4. Ну, у нас такой формат, что как только ты 2-3 мяча начинаешь проигрывать, тебе ничего не остается, как что-то предпринимать. И если у тебя риск этот сыграть пятым или как-то иначе оправданная получается игра, тогда ты можешь сравнять или взять в любую победу. А если нет, то просто ты дальше закапываешься и в результате получается, что тебе там 5 или 6-7 голов забивает. Ну, вот как раз о том, что, Дим, мы с тобой говорили. Да, смотри, «Атлетикс» – это, собственно, если они будут действительно приезжать так, как на нашу игру и вот с крыльями, а у них есть еще шансы, да, и тройка диалог, вот и метеор, молния, восход. Вот БТ, ну, уже несколько оторвались, да, от вот этой зоны «какарский опасный». БТ оторвались, но, повторюсь, 5 туров, да. Да. Тоже большой привет Алексею Петрову и Алексею Бунчику обратной ловерды на его привет в интервью. Дело в том, что 32 очка у БТ и, получается, тройка диалог 27 очков, 5 очков и, по-моему, метеор, да, в стыках у нас получается? 30 очков, то есть 2 очка от зоны стыков – это очень на тоненького. Поэтому… Победы здесь нужны всем абсолютно. Ни БТ, ни ММФ, ни «Восхода», ни «Молния», ни «Метеора», ни «Тройки» диалог. То есть нельзя расслабляться, играть, потому что я уверен, что никто из них не хочет вылетать. Конечно. Чемпионаты, правда, интересные. Да, получается, смотри, 7 команд, да, участвуют в том, чтобы и остаться, да, и побороться. Да, СКМ чуть-чуть… Вот они действительно оторвались. СКМ – идеальное место. Да. Десятая, середина золотая. Привет, Шамиль, да. Бимба, ну, вот относительно вашей команды, вот сможете ли как раз-таки побороться за пьедестал? Как вот ты считаешь? Я считаю так, что всегда надо стараться выиграть каждый матч. Пять туров из них у нас одна техническая победа с НСК, которые снились. Но дело в том, что уже 10 очков разница. Ну, это получается, что центр, флагман или бережный Русичи должны проиграть 3-4 матча. А я в это слабо верю, потому что команда хорошая. Все остальные команды тоже свои задачи решают. С другой стороны, ну, действительно, вам, например, взять место повыше серебро или бронзу, да, это приятно и, как говорится, у вас завидное постоянство. Да, да, не зачет. А команде «Атлетикс», «Метеор», «Молнии», «Восход тройки», «Диалог» и «БТ» надо свои задачи решать. Поэтому, в принципе, вообще может получиться так, если посмотреть «Левобережный» и «Катран», то мы в 2020 году много матчей, соответственно, проиграли. Особенно прямо на старте практически. В этом плане только Русичи, мне кажется, очень достойно прошли, потому что они, скажем так, мало кому проиграли в 2020 году. Да, более-менее стабильно начали будут. По-моему, они вам проиграли флагману. А нет, у нас с Русичами еще игра будет. Плюс еще какие-то игры между друг другом, вполне возможно, как говорится, ничьи, тогда «Катран» и запрыгнет на третье место. Очень бы хотелось, но, к сожалению, то, что последние туры и проигрыши «Левобережным» и «Крыльям», до этого «Виктория», они забрали возможность взять медали в этом году. Ну, практически, я думаю, на 95%. Вот так вот я бы оценил. Ну, что ж, Дима, обычно мы переходим к календарю, да, но сам понимаешь, в свете последних событий, да, мы, я думаю… Ну, не знаю, как у вас, а мы планируем с Медил все равно сыграть, да, Саша? У нас в субботу там матч, место определим и сыграем, потом в баню пойдем, 4х на 6. Вот вообще мы так планировали сделать в эти выходные. Вообще шикарно. Да. Сыграйте, как раз. Даже заследите за встречей, да. Да, в этом же здании, где манеж, там баня, бильярд, я записал в наш чат общий руководитель капитанов и других участников о том, что давайте как бы совместно что-нибудь придумаем. Собственно, и определили мы тогда центральную встречу, да. Так что в эти выходные центральная встреча Катран Медил, вот, и поход в баню, если что, звоните. Обязательно. После. Что ж, Дима, предлагаю тогда просто еще пожелать всем, вообще всем нас смотрящим и не только, да, но чтобы побыстрее все люди, которые относятся к спорту, да, вернулись как раз таки к нему, да, чтобы побыстрее прошли вот эти все эпидемиологические события, да, ну и еще раз пожелаем здоровья вообще всем людям. Да, здоровья всем, не терять физические кондиции, если не удается сейчас участвовать в матчах официальных, можно тренироваться с кем-то, спарринге или, может быть, как-то в ином плане поработать над своими физическими кондициями и другими, может быть, посмотреть какие-то интервью нашего уважаемого Бубнова Александра, по-моему, да? Александр Викторович. Александр Викторович Бубнов, и подумать надо ТДД, ТД, или как там, технико-тактическими действиями. Ну, в любом случае, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, любите близких, дорожите друг другу. Всем здоровья и без травм. Да, спасибо большое Дмитрию Турчину и футбольному клубу. Катран, Дим, спасибо тебе за приглашение. Спасибо тебе за приглашение, да, пришел в гости. Всего вам хорошего, ну и, конечно же, все вместе мы ждем скорейшего возобновления чемпионата. Да, ждем чемпионат, вперед, Катран. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.